А сейчас о важных изменениях, которые начали действовать в России с приходом осени. Они затронут сразу несколько сфер, какие именно узнали наши корреспонденты. Подробности в сюжете прямо сейчас. В первую очередь изменения коснутся тех, кто имеет беспилотное устройство. С началом осени беспилотники, которые весят более 250 граммов, необходимо будет регистрироваться в течение 10 дней после приобретения. Кражу или утерю дрона теперь нужно будет фиксировать. Поставить беспилотник на учет можно будет на специальном сайте регистрации воздушных судов или на портале Госуслуг. С 1 сентября увеличиваются пенсии для тех, кто отработал в селе минимум 30 лет. К их фиксированной выплате прибавят 25%. Изменения коснутся аварийных случаев на дороге. Теперь можно будет оформить небольшую аварию по европротоколу на сайте Госуслуг. Для этого участников ДТП должна быть электронная подпись и приложение помощника САГО на смартфоне. Либо можно будет воспользоваться ранее вышедшим приложением «ДТП.Европротокол». С 1 сентября увеличится и штраф за езду без полиса ОСАГО с 500 до 800 рублей. И штрафовать водителя за отсутствие страховки теперь будут не раз в сутки, как было раньше, а при каждой проверке сотрудниками ГАИ. За непройденное вовремя ТО водитель машины будет вынужден отдать до 2000 рублей. Новые правила появятся и в культурных заведениях. Продажи билетов в театр, музей, концерт или выставку теперь будут осуществлять либо организаторы, либо посредники, которые заключили договор. На оценку посредника не должна превышать 10%, если иное не оговорено в договоре. Изменения коснутся и армии. Теперь по новым поправкам в законе о воинской обязанности и военной службе призывники некоторых категорий, освобожденных от армии, при желании смогут попасть на службу. С сентября меняются и правила в детсадах. Теперь справки из поликлиники предоставлять не нужно, так как в садах запущена система электронного документа оборота. Справку необходимо будет предоставить лишь тем, кто живет в районе эпидемии. В школах с 1 сентября будут обучать учеников играть в шахматы для развития логики. Соответствующие уроки будут начинаться с первого класса. Также появится обязательно урок астрономии у учеников старших классов. В некоторых школах запустили пробные уроки психологии, включающие в себя тему полового созревания. Еще одно новое введение появится в поселении, где отсутствует нотариус. Его полномочия возложат на главу администрации. Он теперь сможет оформлять завещание или доверенности.